Кузьменко Анатолия Васильевна, заместитель главы администрации города Батайска по социальным вопросам. Завадки Роман Геннадьевич Дрио, начальником МПЗ России по городу Батайску, подполковник полиции. Варяем Станислав Викторович, руководитель Ростовской областной общественной организации «Ростов без наркотиков». Соломония Илья Валерьевич, ведущий психолог Ростовской областной общественной организации «Ростов без наркотиков». Николаев Андрей Сергеевич, руководитель реабилитационного центра свободы. Меня зовут Станислав, я член общественной палаты, руководитель организации «Ростов без наркотиков». Так получилось, что мы не только в Ростовской области работаем и действуем. У нас есть отделения, филиалы в Ставропольском крае, в Кавказских минеральных водах, в Санкт-Петербург. И мы всегда работали с Русской Православной Церковью. Мне бы хотелось поблагодарить Русскую Православную Церковь в лице отца Анатолия. Потому что, когда мы приехали в Ростов, мы встретились с владыкой, пообщались, поговорили. И он сразу же благословил нашу работу, нашу деятельность. И выделил нам духовника, это братарей отец Анатолия, у которого 18 детей. И просто вы понимаете, отец Анатолий – он пример для наших ребят, которые выздоравливают. А матушка, его жена Надежда, она пример для наших девушек. И я очень благодарен Богу за то, что именно духовником нашей организации является отец Анатолий. Также мы работаем с социальным отделом Ростовской надонной епархии. Сейчас очень много мероприятий планируем. Несколько дней назад мне предложили должность директора спортивного клуба баскетбольного женской команды Платов. Я согласился, потому что я понимаю, что можно очень много сделать для реабилитационных центров. Они готовы приезжать в наш реабилитационный центр, они готовы помогать, они готовы. У меня сразу возникла такая мысль, когда мне предложили такой автобус или бусик, и наши ребята-девчата как в фан-клуб едут на соревнования, кричат, болеют. Из реабилитационного центра попадают, к примеру, в Москву на соревнования. Я думаю, для многих, может быть не для всех, но для многих это будет тоже начало трезвой нормальной жизни. У нас есть сейчас два мужских центра, есть женский центр. Мы всегда сотрудничали с другими реабилитационными центрами. Сегодня здесь вот наш друг и партнер Андрей Николаев, он тоже как бы мы слово ему дадим. Он тоже выступит, тоже расскажет о своей деятельности. Мы стараемся как бы объединиться, сплотиться, потому что разрозненно, ну не удастся победить эту ситуацию, потому что наркомания это наркомафия, это прежде всего бизнес, люди зарабатывают на этом деньги. Им наплевать, что перед ними там дети простых людей или там дети чиновников, дети правоохранительных органов, дети там, я не знаю, губернатора. Им, ну самое главное, это деньги. Это в городе Зверево, и главный врач-нарколог выступал и говорил, что нужно после употребления вот этих вот препаратов, которые сейчас продают, примерно 5 лет, представьте, 5 лет нужно как бы трезвой, нормальной, как бы здоровой жизни, чтобы мозг вернулся вот в нормальное состояние. Мы вышли как бы, и вот мы выступали с нашими воспитанницами там, и наши воспитанницы в шоке, в общем, начали, ну там, обзывать этого главного врача-нарколога, что он ничего не понимает в реабилитации, какие 5 лет, надо тут как бы полгода, надо год там, полтора, и убегать, и уходить, в общем, там, и заниматься там, как бы своей жизнью, что вот он не понимает. А я говорю, да, дорогие мои, я думаю, что все-таки врач-нарколог прав. Почему? Потому что он же не просто там со своей головы какие-то там вещи эти говорил. Он говорил и приводил научные исследования. Так можно сказать, в разобранном состоянии. То есть к нам приезжает, грубо говоря, пазл, который мы собираем и пытаемся его собрать воедино. Да, но не будем касаться этих аспектов. Общаясь с каждым из них, спрашивая у них, что же привело, да, ну, в связи с чем вы начали, первый шаг, чему, как произошло. Большинство, вот большинство, 95% говорят, что это окружение. Поэтому совет к родителям и к детям, которые здесь находятся, очень внимательно к родителям смотреть за окружением ваших детей, за тем, с кем они общаются, на какие темы они общаются, и, ну, чему посвящено их общение. Вот, а детям, непосредственно, школьникам, которые тут присутствуют, да, непосредственно смотреть, какие пропагандируются интересы в том сообществе, в котором вы вступаете. Да, то есть, если это пропаганда какого-то ленивого образа жизни, ну, праздности, да, ничего не делания, то это рано или поздно приведет вас к какому-то, к пробам каких-то определенных веществ. И на данных мероприятиях мы проводим уже очень давно, многие думают, что эта беда меня не коснется. Эта беда не обязательно сейчас есть у вашего ребенка, но эта беда окружает вас. Хотите вы этого или нет, есть люди, которые так или иначе вовлекаются в употребление, у них появляется так называемая толерантность, и они, им нужно все больше финансов для того, чтобы продолжать свое употребление. В связи с этим они делают что? Они завлекают ваших детей. Поэтому опасность есть, опасность везде. Еще раз хочется вам сказать, чтобы вы были очень внимательны в отношении того, с кем общаются ваши дети, на какие темы они общаются, да, и как они проводят свободное досуговое время. На мой взгляд, это один из важных, основных аспектов. И второй аспект, это, как правило, дети, которые к нам приходят, думаю, и Андрей тоже это подтвердит, у большинства из них есть чувство обиды на родителей. Прямо причем оно глубинное чувство. В учебных заведениях здесь все так дисциплинировано, стоят везде дежурные, вот, и идет жизнь такая, вот все учатся. И я думаю, какая-то патриотическая школа. Вот, здесь точно вырастут хорошие ребята. И думаю, зачем мы сюда идем об этом рассказывать, ну, вроде, это же проблема такая, знаете, которую все стараются отрицать, она-то стыдная-постыдная. Вот, все боятся, что это будет в их семье, что это с ними случится. Но, тем не менее, в нашей стране, да и вообще везде, это на сегодняшний день такая актуальная тема, она злободневная. Вот, я думаю, сотрудники внутренних дел подтвердят, что, ну, то есть, да, очень много преступлений совершается именно под воздействием всех этих препаратов. И вообще, вот, знаете, рассказывать об этой проблеме можно много, часами, долго. Я бы вот хотел у вас спросить, у вас есть какие-то вопросы вообще? Может, вам на вопрос какой-нибудь ответят? А то мы тут все говорим, говорим, что надо хочется. А может, есть у вас вопросы какие-то? Я бы мог вам ответить. Если показывают наркотические средства, оно автоматически ставится на учет у врача-нарколога. И на него возлагали. Дорогие участники собрания, столь важного, хотелось бы поблагодарить Станислава Викторовича, Наталью Васильевну за приглашение на данное собрание. Прежде всего, хотелось бы сказать пару слов. Я полгода в своей пастырской деятельности занимался окормлением одного из центров Ростова без наркотиков. И имею представление по собственному опыту жизненному, что это такое. Я видел этих ребят, которых привозят, мужчин. Это был мужской именно центр. Имею полное представление о деятельности этого центра и подобных центров тоже. На самом деле, работа колоссальная ведется. Не хочу хвалить, но работа идет просто огромнейшая. Это говорит, прежде всего, о состоянии, как священник, я скажу, о состоянии упадка духовного в нашем государстве.